На улице Ицхака Рабина между улицами Филатова и Малиновского вовсю идут работы по расширению торговых площадей. И стоит отметить, что расширение происходит за счет пешеходной зоны и тротуара. Маленький узкий проход вдоль базара. Это все, что осталось от тротуара на улице Рабина. Строительство базара давно вышло за прежние границы и одесситам практически не оставили пешеходной зоны. С одной стороны рынок расширился до трамвайных путей, а с другой стороны вылез на две трети тротуара. Пройти вдоль павильонов теперь представляют определенные трудности. Делали узкий проход, рынок расширяется, как обещает это? Неудобно. Будем надеяться, что заложат дырки эти. Разминуться с колясками, с детьми не очень неудобно. Не ожидали, мы же так захватят, конечно. Самовольный захват земли. Согласен я или нет? Согласен. Идут две женщины на коляске, не могут разъехаться. Или зайти с ними нельзя, потому что весь предел в городе. Просто-напросто взяли и закрыли людям проход. Ужасно неудобно, просто ужасно. Мы только что об этом говорили. Мы только шли и возмущали. Маленькая площадь, неудобно практически идти. Раньше могли бы люди идти на велосипеде кататься. Вдоль всего прохода нет ни одного фонаря. И по вечерам ходить становится опасно. Причин сразу несколько. Во-первых, в темноте можно легко упасть в яму. А во-вторых, это место привлекает недобропорядочный контингент. Полностью темная, длинная и узкая аллея – просто находка для любителей завладеть чужим имуществом. Одесситы зачастую стараются обходить улицу с другой стороны дороги. А по вечерам тут не страшно ходить? Страшно. Я боюсь. Вечером практически здесь пройти невозможно. Здесь очень темно, и можно в эту яму упасть и ногу сломать. Местные жители сомневаются в законности проводимых на рынке строительных работ. Еще забор стоял, и дети падали. Сейчас уже ничего не изменится. Я спросила у них разрушительные документы. Знаете, куда меня послали? Расширение очередного базара за счет земли, принадлежащей жителям города – это фирменный почерк Геннадия Труханова. Именно при его управлении скверы, парки, площади плавно превращаются в базары. Денис Шацила, Сергей Коняхин, Телеканал Круг.